Ни для кого не секрет, что оригинальный Сталкер вышел в результате далеко не таким, каким хотелось бы. Разработчикам из GC Game World пришлось отказаться от многих запланированных и обещанных фанатам вещей. Что-то не удалось реализовать технически, что-то на бумаге выглядело лучше, чем на деле, а что-то просто было урезано, дабы не усложнять и без того не самый простой по меркам шутеров геймплей. Тем не менее, игру тепло приняли как у нас, так и на Западе, что, в общем-то, неудивительно. Густая, идеально выдержанная атмосфера, больная сегодня и притом крайне важная тема техногенной экологической катастрофы, неплохая графика и увлекательный игровой процесс в антуражах мёртвой зоны окрестностей Чернобыльской АЭС. Игровой мир Сталкера, по сути, один из самых привлекательных для отечественного геймера сегодня, благодаря, как это не парадоксально, минимальному отрыву от реальности при наличии такого количества мистики и фантастики. Всем нам эти убитые зилы, обшарпанные стены и заброшенные стройки хорошо знакомы, а у западных игроков просто вызывают неподдельный интерес, любопытство, как там у нас было и есть на самом деле. Да и логично, пожалуй, заключить, что уж где-где, а в зоне медведи с балалайками точно есть. Должны же быть. Иными словами, Сталкер в своё время однозначно удался, а ковать железо надо пока горячо, это современным разработчикам даже слишком хорошо известно. Громкий анонс, вкусные подробности и скоропостижный релиз. Сталкер Клер Скай уже в продаже. Приквел, равно как и оригинал, сюжетом не блещет, да и, похоже, не очень-то старается. Там стрелка преследовали и тут преследуем. Жаль только в конце не выясняется, что мы вновь этим стрелком и являемся. Открытый финал и шикарный мост к продолжению. Да и на форумах было бы что обсудить, кроме багов. В общем, гражданин Шрам, по специальности наёмник, чудом переживает аномальный выброс. Спасшие его люди из группировки Чистое Небо сообщают, что мужик он закалённый, выносливый и в меру удивительный. Никто такую встряску ранее ещё не выдерживал. Вот только хорошего мало, теперь он каким-то образом подписан выполнить для зоны одолжения в виде порки озлостного членовредителя, что самым наглым образом протоптал дорожку к центру и, соответственно, легендарному Монолиту. Что ж, выбора нет, придётся подчиниться, едва очухавшись, отправляемся в путь. А по дороге встретим немало приключений, вот только отсутствие вариантов развития не радует. К примеру, грабёж на свалке — весьма и весьма досадное происшествие. Разработчики внимательно отнеслись к замечаниям игроков и журналистов по части оригинала и многое довели до ума, в том числе и экономическую систему с балансом, в разы усложнив игру. Вот только добавить при этом сцены вроде неминуемого ограбления было, откровенно говоря, не самым удачным решением. Хотя претерпевать всё это станет легче, когда игра перестанет кидать на десктоп аккурат после того, как мы, без аптечек и хорошего шлема, вооружившись лишь ПМом, отобьём наконец в 25-й попытке свои вещи у горстки бандитов. Однако в целом геймплей стал значительно интереснее, благодаря ставшим едва виденными аномалиям, дефициту артефактов, усиленным мутантам и системе Элайв, что хоть и работает по-прежнему не идеально, но всё же стало заметнее за счёт войны группировок. С деньгами теперь, как и полагается, напряг, а торговать особо нечем, так что значимость второстепенных квестов нынче очевидна. Это практически единственный стабильный заработок в зоне. Ну и участие в войне, разумеется, только это, к сожалению, чревато увеличением количества галюков и вылетов в геометрической прогрессии с момента поступления на службу тому или иному объединению. Визуально сталкер также похорошело, обзавёлся рядом новомодных графических примочек и поддержкой эффектов DirectX 10. Разработчики, тем не менее, не оставили без внимания обладателей не самых современных конфигураций, так или иначе дополнительно улучшив все графические режимы, перекочевавшие из оригинала. Продолжение следует... Пинаться, кстати, за верхним порогом графики не стоит на данном этапе. В DirectX 10 версии движка ещё не оптимизирована должным образом, а её плюшки на глаз лишь незначительно улучшают картинку. Пресловутое намокание объектов разве что смотрится красиво дошливым вечером где-нибудь в лагере сталкеров, но как это связано с DirectX 10, нам, честно говоря, не очень понятно. Объекты благополучно намокали под дождём у Splinter Cell за номером 3, почти четырёхлетней давности, при участии девятой редакции DirectX и шейдеров отнюдь не третьей версии. В новой же локации одна из самых сильных сторон игры вкупе с честной сменой времени суток. Болото, Лиманск, Рыжий лес... В этих местах не только легко заблудиться или нарваться на большие неприятности, к счастью имеется КПК, их очень интересно просто исследовать благодаря невероятной силе эффекту присутствия. Болото днём и они же ночью это совершенно разные по ощущению пространства, что их впечатляет совершенно искренне. Жаль только, что именно Лиманск, так хорошо удавшийся визуально, сейчас является самым нестабильным эпизодом в истории Чистого Неба. Вылет раз в минуту там для многих пользователей в порядке вещей. В результате мы получили очень хорошую игру, должным образом оценить которую из-за многочисленных недоработок просто нельзя. Проходить Чистое Небо сейчас не имеет смысла. Наличие всей шансы только испортит тебе впечатление. Но пара-другая патчей, хочется верить, приведёт игру в полный порядок, мы получим, наконец, очередной добротный отечественный шутер, достойный занять почётное место в коллекции каждого ценителя жанра. Тем же, кто уже приобрёл ClearSky и жаждет тайных знаний о том, как пройти беспилотный сверхпулемёт на кордоне, где найти пропавшего лесника и как искать артефакты, рекомендуем отправиться прямиком на форум Playground.ru по игре. Впрочем, воздержавшимся от покупки за дополнительными сведениями, стоит обратиться туда же. Наши пользователи уже активно оставляют свои личные впечатления от полной версии и комментируют долгожданный второй патч, вышедший на момент завершения работы над видеообзором. На этой же неделе список игровых серверов Playground.ru пополнит Сиклер Скай. Отменный мультиплеер, нареканий к которому и до выхода заплаток было минимум, просто обязывает нас организовать всем любителям сетевых поединков возможность помериться с силами. Очередной видеообзор Playground.ru подошел к концу, но мы снова встретимся уже совсем скоро. Впереди видеообзор Bionic Commander Rearmed от Capcom, классика аркадного экшена в самой современной обработке, стильно, красочно и увлекательно. Следом же подоспеет и видеообзор долгожданного симулятора эволюции от Уилла Райта. Подробности о процессе становления цивилизации в Спор смотрите в самое ближайшее время.